Рождественское кино – это всегда сказка, уютная домашняя мелодрама. Оно продвигает важность семьи, веры, добра. Рождество – это какао с маршмеллоу. Это имбирное печенье, это тёплый свитер. О, к слову о свитерах. Рекомендуем сайт всемайки.ру – лучший сервис онлайн-печати. Огромный выбор одежды и аксессуаров. 3D-футболки, свитшоты, толстовки, чехлы, кружки и многое другое. Создайте свой уникальный дизайн. Удобный заказ, качественные вещи, быстрая доставка. По промокоду iVideos получи скидку 10%. Ссылка в описании. Духи учат скрягу любить ближних. Обиженный ребёнок размечтается больше не видеться с родителями. Все эти сюжеты в чём-то поэтичны, в чём-то трагичны и в чём-то типичны. Не знаем, как вы, а лично мы немного подустали от всех тех классических историй, которыми нас пичкает телевидение. Или которые советуют бесчисленные подборки, ну, вроде нашей, в интернете. И именно поэтому в погоне за разнообразие мы отыскали для вас пять особенных картин. Совсем не очевидных для рождественской темы. Но, тем не менее, глубоко с ней связанных. И мы о них расскажем. Долгий поцелуй на ночь. В канун Рождества неприметная школьная учительница из неприметного американского городка узнаёт, что в прошлом она была профессиональным киллером на службе у правительства. Восемь лет назад героиня очнулась, абсолютно не зная прежней жизни. Но теперь ей придётся вспомнить старые приёмы, чтобы защитить себя и свою семью от врагов, которые решили расквитаться за былые прегрешения. За килограммами насилия и литрами крови фильм скрывает типичный рождественский посыл. Лишь в семье человек обретает истинное счастье. Героиня мучима дилеммой. Безжалостная она убийца или любящая мать, ответ помогает отыскать её малютка-дочь. А происходят все приключения во время праздничных выходных. Сценарий написал автор «Смертельного оружия», «Поцелуй на вылет» и недавних «Славных парней». В роли героини актрисы в наши дни малоизвестны. Но вот её компаньона, частного детектива-неудачника, играет куда более именитый Сэмуэль Л. Джексон. Эдвард «Руки-ножницы». Добродушная торговка косметикой находит в заброшенном особняке андроида Эдварда и забирает его к себе домой жить. Эдвард не разбирается в людях и их мире, но всё равно преисполнен к ним благодарности. Вместо рук у него опасный набор лезвий, которым он находит мирное и полезное применение. Очень скоро диковинный гость завоевывает всеобщую любовь в небольшом городке. Но вместе с любовью приходит непомерная требовательность и жестокость его жителей. Не все действия этой причудливой истории от чудаковатого Тима Бёртона с чудаком Джонни Деппом в главной роли проходят в Рождество. Однако самые важные – кульминационные моменты неразрывно связаны с зимним праздником. Но что отличает этот фильм от прочих рождественских сказок? Его совсем не рождественская мораль. Это сюжет о нетерпимости человеческой жестокости, глупости и предрассудках. Печальный, но поучительный. Ледяной урожай. Вместо снега идёт дождь. Вместо ловкого ограбления происходит дурдом. Два приятеля собрались обворовать криминального босса, пошантажировать местного политика и с охапкой денег ориентироваться куда подальше. Но подлая погода блокирует все выезды из города, запирая всех тигров в одной клетке. На фоне светлого праздника происходят мрачные события. Рождество в этой чёрной комедии не для галочки, оно для контраста. Насколько чудовищной и неправильной выглядит криминальная афера героя, настолько же уютным и тёплым кажется празднество его бывшей семьи. Главные роли здесь под руководством режиссёра Дня Сурка исполнили помешанный писатель из номера 1408 Джон Кьюсак и самый плохой Санта Билли Боб Торнтон. Восемь женщин. Рождество – это время, когда вся семья собирается вместе. Но не у всех семей такие собрания сулят что-то хорошее. В частном поместье происходит убийство. Жертва – любящий муж и отец. Подозреваемые – любящая жена и дочери, свекровь и невестка, служанки и даже родная сестра. Пути отступления отрезаны снегопадом. Восемь склочных женщин, каждая со своими постыдными секретами, должны разрешить междоусобные противоречия и вычислить убийцу. И при этом не забыть спеть, ведь это мюзикл. В фильме, где столкнутся такие великие дамы кинематографа, как Катрин Денёв и Фанни Ордан, мы видим все ту же рождественскую мораль – храните и любите семью, чтобы она хранила и любила вас. Но подана эта мораль способом извращенным. Вместо обыкновенного поиска друг в друге недостатков, герои ищут друг в друге еще и убийцу. При этом ни на миг не прекращая быть не самой дружной, не самой мирной и определенно не самой безгрешной, но семьей. Залечь на дно в Брюге Брюге – это живописный город на 100 тысяч населения, расположенный на западе Бельгии. В нем на дно залегают два киллера, проваливших свое последнее задание и ждущих наказания от вышестоящего начальства. Один киллер – еще совсем мальчишка, задиристый, норовистый. Второй – куда старше, куда спокойнее и куда мудрее. Для одного Брюге – это убогая скука, где ничего не происходит. Для другого – отличное местечко для неожиданного отпуска. И для них обоих этот город может оказаться могилой. От автора семи психопатов и грядущих трех билбордов на границе Эббинга – Миссури. Эта сложная и многослойная драма, притворяющаяся то черной комедией, то психологическим триллером, пропитана Рождеством. Небольшой европейский городок в канун праздника как срисован с открытки. Но противовесом этой слащавой сказочности выступает глубокая депрессия главного героя. Депрессирует здесь Колин Фаррелл, наслаждается видами Брэндон Глисон. А вот решает судьбы Райф Файнс. Многие из вас заметили, что мы обошли вниманием главный фильм. Плюющий с высокого, захваченного террористами небоскреба на все каноны рождественских киноканонов. Крепкий орешек. Но мы намеренно не включили его в свою подборку. Желаю рассказать вам о картинах куда менее известных, но также достойных. Рождество – это чествование традиций и устоев. Но как же они иногда надоедают? Надеемся, что вам понравились фильмы для вашего нестандартного кинопраздника. Благодарим вас за просмотр. Веселого вам Рождества и счастливого Нового года. До встречи в будущих роликах! Субтитры создавал DimaTorzok